Добрый день, дорогие друзья! В гостях у нас Василия Васильевна Вершинина. Здравствуйте! Здравствуйте! Моя коллега, педагог с Камчатского края. Я так понимаю, вы сегодня как раз после допроса пришли? Сегодня в итоге допроса не было, у них изменились планы по поводу меня. Сегодня мы только ознакомились с делом. Ага, ознакомились. Да, они решили как-то дать время, что ли, подумать, что же еще придумать. Да, давайте потихоньку вводить наших зрителей в курс дела. Василя, коллега, это учитель. И в то же время общественный активист. Как вы знаете, я тоже учитель. В свое время меня попросили, выдавили из школы, типа, мол, как ты можешь учить наших детей, если ты Путина не любишь? Это самое худшее у нас преступление. По телеграм-каналам уже неделю шумит история, что сотрудники пришли в школу и прям с уроков под белорученьки вывели учителя за какие-то его там антивоенные непонятно какие высказывания. Оказалось, что этот учитель Василя, которая мне еще полгода назад писала, что, Павел, давайте знакомиться, так мы и не познакомились толком, и выясняется, что все эту историю обсуждают, но никто у Вас интервью взять не удосужился, как следует, правильно? Нет, почему у меня очень много и каналов отреагировали, блогеров и интервью берут. То есть вообще я хочу сказать, мне кажется, все обалдели от того, что такой поднимется шум. И я думаю, что только шум помог меня не оставить на 15 суток. Потому что они же... Товарищи, товарищи, знайте, если вы писали комментарии, ставили лайки, ваша активность, ваш шум оставил эту чудесную женщину на свободе. Василя, рассказывайте детали, что там на самом деле такое? Получается, ко мне сотрудники пришли с одним делом, увезли с другим. Они пришли забрать меня на незаконных основаниях, то есть у них не было никаких бумаг, ни повестка мне не вызывали раньше, никакого ордера. Они просто решили взять, я не знаю, силы и увезти. Якобы для дачи... Это даже звучит как-то очень нехорошо. Решили взять женщину силой. Ну, в принципе, я хочу сказать, Паша, так и вышло. Потому что один из сотрудников просто силой стал вырывать у меня из рук телефон, и к нему на помощь подбежал еще один сотрудник, который... Вот они мне и припечатали к стенке. И стали выламывать руки, хотели одеть наручники. И тут я уже поняла, что, в принципе, тут бесполезно выйти при детях в наручниках. Что-то вообще как-то не хотелось. Вот, поэтому я уже попросила, говорю, ребят, ладно, давайте уже без наручников. Телефон, естественно, у меня изъяли, и мне его не вернули, и я так предполагаю, вряд ли вернут. А дети были какого возраста? Слава богу, Пашу не хватило мозгов, простите. Они это делали не при детях. То есть это был урок, меня вызвали с урока. То есть, получается, они сорвали образовательный процесс, потому что у меня еще должно было быть 4 урока. Вот, то есть почему-то у нас в этом случае прокуратура никак не интересуется этим моментом. То есть они школы трясут, директоров трясут, мозг выносят по поводу нарушения прав детей. А в этом случае что-то как-то прокуратура решила промолчать. Вот, ну, видимо, они хотели еще такой момент пропиарить. У нас же год педагога и наставника. Они, видимо, вот такое хотели отношение показать, какое у них к учителям. Вот, поэтому, слава богу, наручники не наделись. Это, слава богу, так скажем. Вот, увезли меня со школы. В школу они приехали в 11 утра, а в отделение я где-то в полдвенадцатого, где-то без 20-12. И до 6, в 18-10 меня увезли на свидетельство. То есть они еще из-за того, что я не хотела отдавать телефон, обвинили меня, что я агрессивная, веду себя очень плохо. И, возможно, я вообще под препаратами. Слушайте, это звучит смешно. А вы что чувствовали в этот момент? Я не знаю, как даже описать свои ощущения. Мне кажется, я на тот момент, наверное, какие-то вещи не осознавала. Я понимала, что это рано или поздно будет, потому что у меня есть там люди. Ну, что ты, типа, переживала? Ты как будто не знала. Надо было молчать. Ну, то есть, знаете, такой какой-то сарказм, какое-то пренебрежение. Да, я знала. Но у нас многие люди вообще к этому не готовы. Мужчины, так вообще я молчу, простите. Ну, не к вам слово, но в большинстве случаев у нас, извините, мужчины трусят. Они не говорят ничего в открытую. А как мы хотим развернуть сознание людей, если не говорить им? Как вы думаете, почему это произошло на самом деле? Я так думаю, что дискредитация вооруженных сил это причина. Одна из немалых. Вот, потому что за ней очень легко кого-нибудь осудить. А я являюсь рупором правды, можно так сказать, на Камчатке, в Петропавловске-Камчатском. Я разоблачаю действия губернатора, называю все своими именами. Мы ходили очень часто в правительство, требовали ответов. Мы отстояли на тот момент введения QR-кодов. Когда у нас весь Камчатский край встал, мы собрали 10,5 тысяч подписей. Это очень много. Для маленького Камчатского края территория большая, но люди-то все рассеяны. Это очень много, да. Да, мы очень много собрали. То есть фактически вы стали не просто учителем, а политической фигурой. Да. И последние мои ролики, это я требовала отставку губернатора и всего правительства Камчатского края. Вот. И многие моменты, которые мы защищали, и по поводу принудительной вакцинации, увольнения сотрудников, отстранения масочного режима, любых каких-то таких вот моментов. У нас сейчас там территории забирают, территории приезжающего развития. То есть огромное количество территорий у нас просто законно, на законных основаниях. Владимир Владимирович, спасибо. У нас просто отдают. И как раз, когда уже дело стало вскрываться, когда мы стали видеть хотя бы какие-то бумаги в процессе, пока я сидела за решеткой, вот, мы увидели фамилию, кто пишет доносы на таких, как мы. Это первый вице-губернатор Сергей Нехаев. И когда мои друзья стали искать на него информацию, то очень интересная фигура. Он политолог-пиарщик. И он во многих регионах, в принципе, помогал губернаторам рисовать их вот такой вот имидж. И все те, кто ему мешал, их сливали. То есть помогали убрать. Вы мешаете, мешаете делать делишки в Камчатском крае. Да. Вот. И еще момент всплыл тоже в его биографии. Он в одном из регионов отвечал за как раз-таки территорию переживающего развития. Возможно, у нас на Камчатке он тоже за это отвечает, а я ему мешаю. Ну, учитывая, что я, в принципе, до этого его фамилию именно с этой темой никогда не озвучивала, потому что у меня не было такой информации. Я обычно озвучивала Солодова, губернатора. Трутнев, это полпред Дальневосточного федерального округа. Мишустин, все мы знаем с правительства, да, цифровик. То есть это те люди, которые, ну, Путин, понятно, там, Батчин, Потанин, которые заинтересованы в территориях, которые они сейчас сдают. И я так думаю, что именно вот это вот все в совокупности, ну, плюс еще защита медицины, защита образования, потому что я выступаю против цифрового образования. Я раскрываю те темы, которые, допустим, другие педагоги просто пока молчат, пока боятся, потому что образование у нас, конечно, очень круто разваливается. Прямо оно все хуже и хуже. И педагоги-то это понимают. Просто кому-то идти некуда на самом деле, работу найти, если ты не, ну, как бы, когда ты педагог, я хочу сказать, вот у меня, когда сократили, я полгода не могла найти работу, я поняла, что мне тяжело в другую сферу идти, потому что ты все равно тянешься вот именно к общению, к детям, да, вот какой-то такой вот социальный вопрос встает. Вот, поэтому я думаю, что из-за этого всего в совокупности, естественно, я здесь становлюсь неугодной. А так как у нас вот эта статья дискредитации, она стала самая прикольная для них, то они, конечно, под все гребут. Ну, плюс ко всему, их возмущает, что я являюсь последователем Светлана Михайловна Ладырусь, и их это еще больше бесит. Вот, сейчас у нас же родители еще встали. У меня тут родители поделились на два лагеря, потому что я отказалась от двух классов преподавания русского языка, где родители стали громко выступать, писать на меня жалобы, отстаивать право на то, чтобы меня вообще убрали со школы. То есть даже не руководство школы, не коллеги, то есть они все меня поддерживают, я чувствую сострадание с их стороны, они понимают, что происходит. Вот, но вот родители у меня вот такие. Причем самое удивительное, родители тех детей, которые не умеют себя вести в обществе и имеют задолженности не только по моим предметам, а меня выставляют монстром тут. И у нас же веселая наша информационная СМИ, это масс-медиа, которые, они меня еще даже не осудили на двое суток. Они уже выпустили передачу. Это классика, конечно. Да, 15 суток они мне выписали, 15. И я понимаю, что в этом случае, скорее всего, был сговор, что реально меня планировали посадить на 15 суток, но они не ожидали такого бума. Реально, я-то сидела, я-то вообще ничего не слышала, что там происходит. Это я, когда уже вышла, я поняла, что ого, там просто я настолько благодарна людям, потому что только вот благодаря их вот это какое-то состраданию, этому переживанию меня на самом деле вытащили с этого. Ну, плюс ко всему, я так думаю, знаете, та же сторона тоже иногда тупит. заголовок учительницу вывели во время учебного процесса за то, что она в отставку власть предлагает отправить. Все. То есть они, ну, в этом случае, конечно, они немножечко сглупили. Вот это мягко сказано. Да. Сто процентов. То есть, смотрите, я совсем недавно вернулся, ездил в командировку на Алтай. Тоже такой регион с знаменитой природой. У вас гейзеры, вулканы. На Алтае тоже есть один гейзер. В основном горы красивые. Тоже место для туризма. Тоже губернатор, назначенец из Москвы, который ни с кем из местных не связан. Ваш Солодов, это человек, который вообще преподавал в МГУ. И я некоторых его коллег здесь в Москве знаю. Они говорят, да вообще как его губернатором назначили, это недоразумение какое-то. Он первый в России создал у вас на Камчатке «Министерство счастья». Да. Ну, то есть, человек знаменит своим вообще невразумительностью, мягко говоря. Речь идет о неких миллиардных проектах. Выделяются деньги бизнесом, но в первую очередь из бюджета. К этим деньгам однозначно хотят присосаться. Да. При этом убивается природа, затрагиваются интересы местных жителей. Стройки ведутся на тех местах, куда люди там привыкли приезжать отдохнуть с семьей и там многие другие моменты. Я не знаю, вот вы мне, может быть, сейчас как-то поясните. На Алтае рабочие места создаются для мигрантов, то есть из Средней Азии и из России, но не для местных жителей. То есть, стягивают людей из других регионов. Местных обучать, готовить, чтобы они работали, деньги зарабатывали, никто не собирается. Значит, когда местные чем-то недовольны, их обвиняют в экстремизме, терроризме, затыкают рот по-всякому. Что-то какая-то типичная получается ситуация. Я, в принципе, тоже об этом озвучивала во многих своих интервью, куда меня приглашали. Они одинаково действуют во всех регионах, они, в принципе, сдают нашу территорию. И, по всей вероятности, там планы княжества, губернии разделить, чтобы был барин, и таким способом им легче управлять. Ну, то есть, рабы и барин. И, скорее всего, у них в планах это давно, потому что я, когда поднимала тему вообще закона о торах, то это с 90-х... Торы — это территория опережающего развития. Да. То есть, закон этот звучал по-другому. Еще начиная с 90-х годов его пытались все внедрить. Первый раз у них не получилось, второй раз чуть-чуть зашло. Ну, и с торами они вообще, в принципе, выиграют. Так мы сегодня с подружкой поехали на наш любимый халатырский пляж. Это выход к океану. Там просто безумная красота. Настолько не передать. И сочетание... Там есть два места, где сочетается вместе океан и речка. Это просто шикарно. Ну, все, надо теперь к вам приехать. Паш, мы скоро этого не увидим. Вот в чем проблема. Мы сегодня приезжаем, и получается, нас рассказывают, как огромные территории. Я даже передать не могу. Огромные территории. Все. Там две компании частные, их выселяют. То есть им сказали, все, освобождайте территорию. Другие глэмпинги, кемпинги, которые стоят с другой стороны, я так понимаю, им дали такие условия, которые не все могут вытащить. Но кто-то, видимо, сглотнул и пока будет тащить. А дальше у нас также, это все вот на протяженность, там огромные территории. Там есть скала шикарная. Туда заходишь, ну, так поднимаешься, ты просто видишь, вот все, там все вулканы. Там безумно красиво, даже описать нельзя. В итоге эту территорию, именно с этой скалой, там будет вообще закрыто. То есть мы туда вообще не зайдем. А там еще и речка, и океан, и гор. Это я просто, если вы мне когда это сказали, я была в шоке. Я из своих... То есть, еще раз, они превращают народное достояние, скажем так, в частные угодья. Да, да. Причем я говорила об этом не раз в своих видео и про Халатырский пляж, и про многие другие направления. Народ просто не хочет вникать. Он считает, что это развитие туризма. Он не понимает, что, ну, под развитием там просто распродажа наших территорий. У нас уже даже есть поселок сдан. У нас поселок под Торами. Все. Ну, как донести до людей, но только получается дальше говорить, говорить, говорить. Потому что мы... Хотя мы, я хочу сказать... Других вариантов у нас нет, конечно. Хотя, я хочу сказать, немного отстояли, допустим, строительство парка «Три вулкана». Там все равно у них не получалось это все быстро сделать. Потому что мы кричали, мы собирали подписи. То есть, какой-то процесс все равно шел. Но здесь надо, чтобы народ поднимался. А у нас печально, что экологи, они боятся. У нас институт вулканологии, они все понимают. Мы живем как в деревне. Они все понимают, что это убийство Камчатки. Это очень опасно. Причем, там, где они собираются строить отель, там землетрясения были. Там зафиксирован вулкан. Добро пожаловать, товарищи олигархи. Камчатка вас ждет. Она вас потрясет во всех смыслах. И, возможно, вы уже больше никуда не захотите поехать. А если захотите, уже не сможете. Навсегда вы там и останетесь. Вот такую рекламу, я думаю, народ бы оценил. Слушайте, мне вот еще вспоминается история. Вы упомянули экологов. Там же была эта знаменитая история про огромное количество морской живности, которую выбросило на берег. И сначала делали вид, что ничего не произошло. Потом туда приехал какой-то трактор. Все это сгреб. Сняли видео. И на пляже огромное количество следов полос от трактора. То есть видно, что там прибирались. А чиновники говорят, да нет, там ничего не было. А что же вы тогда там убирали-то тогда, если там ничего не было? Нет, что-то все-таки было. А местные вот вообще между собой разобрались, что это было на самом деле. Это что, водоросли цвели? Нет, у нас водоросли и сейчас опять виноваты. Там у нас тоже экологический момент. Опять водоросли. Что, в дискредитации армии тоже водоросли виноваты? Видимо, да. Там вообще, на самом деле, мне очень много тогда писали людей, которые взаимодействуют, которые понимают, которые очень были близки к этим делам. Камчатка, мы передаем вам привет. Держитесь там. Мы видим, это очень тяжело противостоять вот этим миллиардам. Это очень тяжело, когда как паровым катком туда приходят. Ну вот, если вы свяжетесь против там наркомафии, они зарабатывают бабки, вы мешаете, да. Вы там своего ребенка хотите спасти, но вы им мешаете, у вас будут проблемы. Не у них, у вас будут проблемы. У них купленная полиция, у них купленные там молодчики, которые могут там ударить чем-нибудь по голове. Политики купленные. Туристический сектор у нас в стране становится тоже таким вот полукриминальным каким-то. Это большие деньги, это сразу криминальное мышление. Так у меня уже за жизнь мою переживают. Меня люди пишут, Василя Васильевна, вы как? Я не знаю, да что с вами, ну как вас защитить так, что за меня уже боятся не только, что меня посадят. За меня боятся, что меня физически могут устранить. Сто процентов, это правильный страх. Друзья, активнее ставьте лайки, комментируйте, потому что, ну, это может случиться с любым активным человеком. Вот, поэтому, конечно, они будут вести борьбу именно с теми, кто будет говорить. И причем они же на что рассчитывают? Что когда вот так человека закрыли, и мне об этом говорили, ну, вы говорите, зато закройте рот. Я говорю, вы не на ту напали. Я уж точно не закрою рот. Я буду говорить наоборот. Подождите, Василя Васильевна, вы говорите, что вам сказали, что надо закрыть рот. Это полицейские вам говорили? Они говорили не типа закрыть рот. Они же местные жители, они так же все теряют. Они якобы говорят, что надо думать, что вы говорите, типа надо осознавать и отвечать за свои разговоры. А так как у нас перед этим закрывали ребят, и часть общественников, они, ну, кто-то ушел на дно, кто-то стал не сильно, как говорится, говорить. И они мне вот предложили быть такими же. Ну, то есть уйти на дно там или еще что-то, и то, и другое. Я говорю, ребят, а вы не живете в этой стране? А вы не видите, что происходит? Я говорю, у вас дети, они идут в школу. В школе будет цифровизация. А вы не попадаете в элиту. Там элита, либо бедняки. Вы в бедняки попадете так же. А в бедняки они не получают очного образования. Вы никто будете для этих людей. Плюс ко всему, у вас ребенок пошел в школу, а сейчас вакцинация будет. Я откажусь. Я говорю, да вам никто не даст отказаться. Ну, ты откажешься, тебя уволят, потому что ты работаешь на государство, а государство скажет родной, ты не нужен. А если тебя увольняют из органов, тебя на фронт отправляют. Такие люди, как Василя Васильевна, они единственные, кто своим голосом, своей активностью, такие люди, как мы, мы хотя бы вас защищаем, придурки. Если нас не будет, они напрямую будут давить на вас, и никто за вас уже не вступится. Они продают собственную защиту. Это гениально. Это представляется какой-то древний мир. В одно племя приходит торговец и говорит, покупаю щиты. Ребята, покупаю щиты по 10 золотых. И все с радостью продали свои щиты. Щиты исчезли. Пришли вооруженные люди. Всех перебили. Деньги назад забрали. Молодцы. Причем я им даже на своих примерах показываю. Я говорю, вот вы работаете в кабинете. Он на что у вас похож? А мы все знаем, как выглядят помещения полиции. Они в большинстве случаев... Ремонт с 80-го года не видел. Сегодня мы не могли распечатать паспорт, копию снять. Я говорю, а здесь вообще никто не виноват. Вообще никто не виноват. У вас все прекрасно. Вам ничего не надо защищать, отстаивать. Вот замечательно. Вы работаете в бечевнике просто. Я когда сидела в камере, я даже так и не поняла, как она называется. Это же не СИЗО, не ВЭС. Ну обезьянник такой часто называют. Там я просто не представляю, как там девчонки работают. Это очень отвратительно. Я про школы возмущаюсь, что они у нас не отремонтированы качественно. А тут это такое унижение вообще. Я думаю, что вообще они все понимают. Но они до чего-то не догоняют. Они еще... То ли у них еще не совсем щелкнуло в сознании, что они пойдут так же, как и все обычные люди, туда, куда нас хотят убрать. И они не элита. Еще раз обращаюсь к всем сотрудникам. Вы вообще не элита. Вы не будете с ними. У них своя такая вот с погонами элита есть, которую надо будет кормить, поить и обхаживать. Поэтому, конечно, эта ситуация такая показательная. Показательная она со всех сторон. Она показывает отношения системы, таким как мы, сотрудников полиции. Она показывает образовательный процесс. Она показывает взаимоотношения родителей и учителей, педагогов. То есть моральные качества. Какие сейчас сделают выводы дети. Потому что там есть дети, которые мне бойкот объявили. Они не хотят... Вам? Да, да, да. Это за что? Потому что родители помогли. Ну, плюс ко всему, я очень строгий педагог. Вот. И я требую очень сильно. Так, подождите. Давайте вот от печки. Чем вы могли дискредитировать наши доблестные вооруженные силы? А не в курсе. Я только сегодня распечатала. Ну, то есть, может быть, дети реально считают, вот у них там папа или дядя любимый пошел на фронт, а вы против. Значит, вы враг. Может быть, в таком формате они обиделись на вас? Я так думаю, что здесь родители многие воспользовались моментом, когда можно убрать того педагога, кто никак не может поставить его, нарисовать, так скажем, его ребеночку тройку и перевести там в следующий класс. Они, оказывается, по комментариям я читала, они, оказывается, год просто мучились от изверга, который издевался над детьми, просто гнобило их. Причем мама пошла на интервью на одном из нашем канале, самом таком купленном, продажном, Нехаевском, как раз вице-губернатор, который отвечает за него. Ах да, если он организатор по политическим вопросам, должность у него, то он должен за социальные сети отвечать. Ну вот он и отвечает, очень хорошо отвечает. И что родительница говорит? Она говорит, что отвратительный педагог, что вот ребенок, ее ребенок, то есть она еще ребенком прикрывается, ее ребенок рассказывает ситуацию, что я ее племянника, ставлю его племяннику двойку, потому что он не молится солнцу. То есть мне вменяют, первое, что я рассказываю исторические факты по поводу того, что наши славяне поклонялись солнцу, второй момент, что я сторонница Светлана Михайловна Ладырусь, третий, что я говорю, что у нас по всей вероятности страной правят фашисты и сатанисты. Вы когда-нибудь молились солнцу? Лично я? Да. Я, да. Детей я не заставляла. И за это двойки я не ставила. Так, окей. А что касается спецоперации? Как вы относитесь к спецоперации? Ну, я не буду на этот вопрос отвечать в эфире, потому что вы сами понимаете, что это опасно. Какую бы ты фразу не сказал, какую бы ты слово не повернул, ты... Хорошо, тут есть важный нюанс. Как вы относитесь к парням, которые на фронте находятся? Ну, я поддерживаю, к примеру, проект «Солнце поможет», где мы людьми объединились и читаем стихи солнцу, чтобы наши мальчишки остались живы, чтобы всё закончилось. То есть вы молитесь за нашу армию? Да. Вот. Вы молитесь за Солнце. Я думаю, это вот важно подчеркнуть, какая там у кого религия бы не была. Так, следующий момент. Вот помимо этих фейков, которые против вас распространяют, какие ещё небылицы за это время родились? Что я психически ненормальная, что меня вообще непонятно, как допустили к детям, что я... Так, подождите, давайте сразу ответим на это. Давайте сразу на это ответим. Вы каждый год проходите диспансеризацию, как и все учителя. Да. Каждый учитель России проходит диспансеризацию. Медицинская книжка, анализы и психоневродиспансер, и наркодиспансер. Я не помню, что мы там проходим. Всё это надо проходить. У вас какие-то есть там... Нет. А вы собираетесь за клевету подавать? Да. Да, я буду подавать. Собираетесь. Вот это правильно. Я буду подавать, получается, на масс-медиа, и буду подавать вот на Алену Сивак, это мама одного из моих учеников. Я буду подавать за клевету. Так. Ещё какие-то фейки? Так, ну... Ну, в принципе, таких... Ну, обо всём я уже, наверное, сказала. Ну, в основном такой план, что меня хотели выставить психически ненормальной. И я так думаю, что это компания, чтобы убрать меня с образовательного учреждения. А, ещё сказали, что якобы родители уже давно ходят к директору, возмущаются на меня, ругаются, чтобы меня срочно убрали. Но директор не может, Паша, меня убрать, потому что у меня, оказывается, покровители в Министерстве образования. Там, наверное, министр Александра Юрьевна перевернётся просто и поперхнётся, потому что у нас вообще с ней не коннект. Мы вообще, так скажем, я выступаю против цифровизации, она её продвигает. Вот так вот. Слушайте, я вот вспоминаю свою практику. Это ж сколько... Ну, то есть, если родители чем-то недовольны, это нормально. Во-первых, и учитель может, да, там, неидеально отрабатывать, всякое бывает. Но это не значит, что вы найдёте учителя лучше. Это, ну, как бы очень странная позиция изначально, сама по себе. Но дальше это вообще бред какой-то, господи. Сколько должно прийти родителей пожаловаться, чтобы реально счесть, что учитель негодный там и всё остальное? Сколько их должно быть? Я так думаю, что масс-медиа просто нашли того, кто хочет быть звездой. Он нашёл Алену Павловну, полностью ей воспользовался. Не звездой, а хоть какого-то внимания. Да, да. И сейчас Алена Павловна, да, она звезда Камчатского края, и не только. И она сейчас попадёт под клевету, под статью. Вот, потому что, ну, писать я буду. Хорошо, что есть родители, которые встали на мою защиту, потому что я всё-таки написала заявление. Отказ от двух классов, которые в большей степени, по моим мнениям, выступали. Но, оказывается, масс-медиа подчищала комментарии, где родители этой же школы, мои родители, можно сказать, они писали в защиту меня комментарии, но их масс-медиа удаляло. Вот, сейчас, так как у меня некоторые родители на ВКонтакте, они вроде как готовят и письмо, и видео, и собираются в министерство обращаться, чтобы прекратили вот это безобразие в мою сторону. И они хотят, чтобы вернулась я. Ну, это именно мой класс. Я классный руководитель была восьмого класса. И, получается, с сегодняшнего числа у восьмого и девятого класса нет русского языка. То есть два класса остаются без русского языка. Я думаю, вы как педагог понимаете. Снадут я и так. Да, я думаю, что ты понимаешь, что они на шесть часов, которые там нагрузка, они учителя не найдут. Это раз. Во-вторых, любой педагог, который себя уважает и он с головой дружит, он не пойдет в эту школу, где уже вот такой конфликт, где просто родитель, ну, пропесочил так педагога. Я в шоке. Я понимаю, если бы она там вышла, сказала, что она потребовательная такая-такая. Никто не пойдет туда, где педагогов унижают. Да. А тут, получается, она... Я недавно выступал на конференции и назвал свое выступление «Государственная политика унижения учителей». Вот ваша история – это яркий пример. Паша, я же на днях тут меня ученик заказал, и я написала на него заявление в полицию. Что значит «заказал»? Он в Телеграм-канале решил найти киллера, который убьет двух учителей. А среди этих двух учителей оказалась я. Вот. Я написала на него заявление. В итоге их... Это учитель по русскому языку вы? Да, да. Он меня собрался убить. Вот. Я, естественно, написала заявление. На него сначала не обратили внимания. Я написала в прокуратуру, написала в правительство Камчатского края. Почему? Вы позволяете, чтобы педагогов унижали, угрожали. То есть нас никто не защищает. То есть я написала туда петицию. Вот. И я написала петицию так, что я осветила вообще, в принципе, проблему буллинга педагогов в школе. Буллинга со стороны родителей, со стороны детей, со стороны администрации. То есть я показала, в принципе, всю проблему. И меня даже приглашали на канал «Разоблачено». Тоже мы поднимали эту тему, что у нас учителей просто укатывают. То есть у нас защиты нет. Я хочу сказать, Паш, меня не защитили. Сказали, нет состава преступления. Я говорю, то есть вы ждете, когда он осуществит, да? Но я понимаю, что этот ребенок этого не сделает. Подождите, а как это нет состава? А как вы узнали, что он заказал вас? Это были какие-то переписки? Да, нет. Пришел мой коллега, сказал, что ребенка вызывают в отдел по борьбе с экстремизмом. По теме, что он меня заказал. Я говорю, о, как клево. То есть я узнала именно так. То есть я не в той социальной сети и все остальное. Подождите, но откуда-то же этот сигнал поступил? Я так поняла, что в телеграм-канале то ли сами сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом, они же все группу контролируют, отреагировали. То ли написал кто-то заявление, что в группе идет угроза жизни человека. И они обязаны отреагировать. Но я говорю, первое заявление, они не отреагировали вообще никак. То есть я по бумаге понимаю, что они меня не допросили, потому что я была в отъезде. Они не допросили коллегу, на основании чьих слов я писала заявление. И они не допросили подростка. И только после того, как я написала еще раз уже письмо в прокуратуру и еще раз в отделы все, ребенка вызывали на комиссию по делам совершеннолетних. И самое интересное, они, знаешь, как предложили мне с ним урегулировать. У нас же медиация теперь есть. У нас теперь есть медиация. То есть когда ребенок с мамой поругался, его из семьи забирают, потому что мать тиран, потому что мать ужасная. Забираем из семьи все, мать лишаем родительских прав, никакой медиации нахрен. Когда учителя заказывают, чтобы его убили, вот тут включаем медиацию. Да. И я говорю, а это вы не считаете унижением вообще? Ну, в принципе, что вы ничего не сделали. Вообще ничего. Так самое печальное, что родители, в принципе, не поняли. Я думаю, мы как педагоги, мы понимаем, что им ничего не будет. То есть и подростки это понимают. Родители не поняли. Подростки поняли, что им ничего не будет. Так сейчас, получается, мама меня в комментариях гадит в мою сторону и говорит о том, что она напишет предсмертную записку, что прошу в моей смерти извинить меня, потому что я ей вынесла мозг. Вот это все ситуации. Слушайте. Убийство посредством выноса мозга. Она даже не удосужилась прийти в школу извиниться. Сына надо уметь, чтобы он извинился передо мной. Он не извинился. Хотя у нас с ним отношения нормальные были. Я с ним чай пила. Я потом узнаю вот такие вещи. Думаю, ну прикольно. То есть, в принципе, через эту ситуацию, с посадки у меня, я показываю еще и нравственное вообще падение нашего и взрослых. Потому что есть, согласна, что есть педагоги, которые там агрессивные, им нельзя вообще детям подпускать. Но вот этот вот момент агрессивный и лицемерие, потому что здесь выходит лицемерие. Потому что даже Алена Павловна, которая меня поливала грязью, мы с ней вот так вот смотрели в глаза. Она говорила, Василия Васильевна, сына, сына, все. Если сын не сдаст, Василия Васильевна, я ему прямо сказала наотрез, все, это твой урок. Останешься на твоем уроке. Да, он мой ученик тоже. И тоже он остался на условно, он же сейчас не переводит. То есть, получается, она это говорит, а по факту получается совсем другое. И все, ты, короче, враг народа. Поэтому тут я так думаю, что, в общем, все, как это, в одну точку так это собралось и бабахнуло. В общем, Камчатку, конечно, потрясло. Нашли, в общем, самых опасных экстремистов. Почему до сих пор нет на фронте танка формата? Это не важно. Почему нет Су-57-х? Это не важно. Куда делись полтора миллиона комплектов формы «Ратник»? Не важно. Где зашифрованные средства связи? Не важно. Почему у нас так плохо с тактической медициной и фронтовой медициной в целой? Это не важно. Почему у нас оказалось цифровизированное образование, но не военкоматы? Это все не важно. Почему у нас деньги продолжают утекать за рубеж, выводиться? Почему у нас 300 миллиардов за рубежом оказались? Это вообще не забивайте голову. Учительница нетрадиционной религии? Все. Ребята, все по коням. У нас тут серьезный экстремист. У нас тут настоящая угроза национальной безопасности. Срочно ее поймать, схватить и допросить, и все остальное. Василия Васильевна, ну, сил вам моральных? Спасибо. Что-то пожелаете нашим зрителям? Я, ну, наверное, я пожелаю, давайте становиться активными людьми. И у нас нет никого. У нас есть только мы у друг друга. Если мы начнем осознавать себя именно народом, потому что наши деды, они за нашу родину воевали. А мы не можем без оружия защитить наши земли, наш мир. Тот, который был даден и подарен нам теми смертьями, которые были в Великой Отечественной войне. Я считаю, что мы обязаны отстоять, да, это, как раньше говорили, да, не пяди, не отдадим вообще. А тут мы, получается, раздаем, разбазариваем, уничтожаем и еще и принимаем в этом активное участие. Поэтому хочется пожелать вставать на защиту активных людей, потому что я согласна, Паш, что нас уберут, то, ну, в принципе, кто будет защищать? Кто будет также переживать, да, кричать, поднимать, вдохновлять, вести за собой? Вот, поэтому вставайте с нами, повторяйте нас. И в этом случае мы, конечно, изменим будущее. Товарищи, надеемся на вашу активность под роликом и под всеми другими роликами. Ваша активность позволяет менять информационное поле, противостоять пропаганде, лжи и проплаченным разным заказным материалам. Вместе мы сила, вместе обязательно победим. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok